а здравствуйте дорогие друзья сегодня говорю с вами на такую тему многие задают вопрос а насколько я похудею после липосакции даже где-то я прочитал вопрос типа вот если вы у меня уберете с помощью липосакции 25 литров я действительно похудею там на 25 килограмм да такой вот интересный вопрос да и возможно действительно надо эту тему осветить чуть побольше потому что вопросов таких немало и пациенты может быть не совсем понимают что такое липосакция и хотел бы вам об этом более подробно рассказать конечно коснемся темы снижение веса в ходе как раз операции обдоминопластика ну и вам напоминаю сразу что под этим видео есть ссылочка если вы по ней пройдете сможете записаться ко мне на бесплатную консультацию так начнем а это друзья у меня на канале очень много роликов посвященным теме липосакции есть ролики которых я рассказываю как она выполняется технику этой операции какие инструменты используются какие аппараты вот сейчас мы не делаю липосакцию на аппарате пал да то есть power assistant липосакшен который позволяет более интенсивно удалять жировую ткань имени травмировать окружающие ткани опять же мы показывали этот аппарат как он работает то есть есть аппарат и там ультразвуковой липосакции лазерной липосакции все как раз они направлены на то чтобы более эффективно растворять жировую ткань и удалять ее из подкожного пространства но всех всегда волнует вопрос а насколько же я худею потому что все равно у многих в голове почему-то никак не может вот сместиться вот это вот понимание что если пациент пришел с удалением жира значит с этим жиром наверное уйдет и весна еще раз хочу сказать наверное уже сотый раз я говорю что липосакция это не операция которая позволяет избавиться от лишнего веса на липосакции это скажем так корректирующая операция которая корректирует контуры тела да то есть если у вас там есть так называемые жировые ловушки в области боков спины там живота бедер то вот как раз эти жира жировые ловушки с помощью липосакции можно уменьшить тем самым контуры вашего тела будут не такие вот распухшие выпирающие бакам будет более стройные красивые там более подтянутые бедра можно убрать там глифе или внутренней поверхность бедер которые достаточно часто мешают да вот как раз все эти моменты с помощью липосакции хорошо корректируется а сейчас разрешается в ходе данной операции выбирать там не больше пяти там максимум 6 литров но опять же это у пациентов с большим массой тела высоких пациент то есть опять все считается индивидуально но вот среднем считается все таки больше пяти литров за одну процедуру лучше не удалять поскольку месте жировой ткани уходит и форменные элементы то есть снижается достаточно сильный гемоглобин и все это в последующем уже привести к тому что снисти гемоглобины и будет более длительное восстановление а это никому не надо поскольку все таки операция эстетическая мы не занимаемся здесь лечением каких заболеваний и самое главное это не навредить пациенту поэтому надо забирать жировую ткань но скажем так с умом не бросаться там такие объемы тем более как я спрашиваю про 25 литров но 25 литров это категорически нельзя удалять такой объем жировой ткани это может привести уже каким-то необратимым последствиям которые потребуют перевода на френиционное отделение длительную реанимацию в исполнении электролита в исполнении органных элементов крови но и вообще и объем ни в коем случае с помощью липосакции забирать нельзя плюс вы должны понимать что жировая ткань сама по себе она достаточно легкая да то есть она если даже поместить воду дата плотностью намного выше чем у воды она всплывает а не тонет то есть убрав те же 45 литров да это не значит что мы убрали у вас лишних там пять килограмм да действительно что в ходе потом после операционного периода когда особенно уйдут отеки какое-то изменение в весе вы увидите но она не будет там столь существенно ну по моему опыту я вам могу сказать что среднем на липосакция приводит к тому что вес снижается там ну максимум килограмм на 5 но в среднем где-то 3 там 2-3 килограмм и тем более сразу после операции вы точно это не заметите поскольку выражены будут отеки и эти отеки они как раз компенсируют тот объем жира который ходе операции удаляется а это друзья сегодня поговорили еще раз о липосакция именно как снижается вес после данной процедуры надеюсь вам все стало понятно но если что-то еще не совсем понятно есть какие-то вопросы у вас остались пожалуйста пишите в комментариях я обязательно на них отвечу но еще раз он напоминаю что есть ссылочка под этим видео если по ней пройти то можно записаться ко мне на бесплатную консультацию желаю всем здоровья удачи и увидимся в следующих выпусках